Я приветствую аудиторию Якутского Саха информационного агентства. Приветствую нашего гостя в студии. Это Дмитрий Глушко, министр профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Якутии. Добрый день, Дмитрий Глушевич. И также приветствую моих коллег, журналистов, которые вместе со мной будут задавать вопросы нашему сегодняшнему гостю. Это руководитель отдела политики Республиканской газеты Якутия Марина Колбасина. Здравствуйте. И редактор информационного агентства артек.ру Туяра Нучина. Добрый день. Дмитрий Евгеньевич, в одном из своих недавних интервью вы сказали следующее. Я вот цитирую. Сегодня система профобразования имеет у общества восприятие как некоего отстойника. И для того, чтобы быть пристроенным после школы, не нужно сдавать ЕГЭ, не нужно ходить на учебу и затем получить какую-нибудь корочку. Если получится, куда-нибудь приткнуться. Вот в своей новой должности вы что-то намерены делать, чтобы профобразование перестало быть таким отстойником? Ну, не просто намерен. Я считаю, что мы начали определенную работу для этого. Конечно, многое было сделано до меня. Нельзя говорить, что пришли, а все было плохо. Есть просто на самом деле тот период времени новой истории нашей страны. И он как раз за это время, через систему профобразования, она пришла вот в такое, устарела, что ли, отстала от сегодняшнего течения времени. Поэтому определенные действия мы уже предприняли. И наша задача повысить, в первую очередь, престиж обучения людей, молодых людей. И, кстати, мы все время говорим о учреждении профобразования, все время ориентируемся почему-то на сегодняшних выпускников 9-11 классов. Хотя это на самом деле не так. Люди в возрасте до 65 лет имеют право обучения. Если они не проходили обучение на этой ступени обучения и сегодня являются безработными, они имеют право проходить обучение. И количество таких людей тоже растет. В своих преобразованиях вы значительное внимание уделили кадровому вопросу. И это вот заставило некоторых работников профобразования даже написать открытое письмо. Я вот процитирую несколько предложений оттуда. Зачем новая метла начинает ставить своих на место прежних? Ради чего? В действиях министра Глушко не видно той причины, а ради чего все это происходит. Досрочно расстогнуты трудовые договоры с директором промышленного техникума и Якутского индустриально-педагогического колледжа. На очередь директора Якутского сельскохозяйственного техникума. Расторжение трудовых договоров производится без учета мнения коллективов указанных организаций и без видимых на то оснований, так как деятельность этих СУЗов ранее оценивалась только положительно. Почему, как вы считаете, появилось такое недовольство? Начать нужно с того, что в любой отрасли существует корпоративная этика. И когда есть какое-то несогласие или обсуждение какой-то проблемы, оно происходит сначала внутри отрасли. Только когда ее не слышат, это обсуждение, только тогда, по сути, правильно выносить на какую-то широкую общественность и начинать излагать свою какую-то точку зрения, если вас на самом деле не услышали, вы не смогли доказать. Это во-первых. И я убежден, что в любой внутри сети должно быть происходить обсуждение. Такое обсуждение мы организовали, обсуждали с руководителями учреждений. И в случае, когда есть какое-то эмоциональное напряжение, то в эти районы, в наши учреждения, в муниципальных районах выезжали либо сотрудники нашего министерства, либо я с ними тоже выезжал. Но в то же время нужно как раз говорить, на самом деле, если мы какие-то заявления делаем, то под ними должна быть какая-то основа. Когда говорится о досрочном расторжении контрактов с директорами учебных заведений, то тогда должны быть как раз фактологическая основа. Но ее же нет. Потому что директор промышленного техникума ко мне пришел и попросил, что он до этого в этом учреждении работал заместителем директора по учебно-производственной деятельности. И его как заместителя по УПР очень сильно ценят в нашем министерстве. И сегодня как раз руководитель, который работает, говорит о том, что на самом деле это хороший заместитель по учебно-производственной работе. Это, во-первых, это его было личное заявление, и он об этом просил. Тем более мы сейчас, и он работает, и у него никаких друг к другу претензий с руководителем нет. Это, во-первых. Во-вторых, когда говорят об индустриально-педагогическом колледже, либо о средскохозяйственном техникуме, то тоже нужно говорить, что нет никакого досрочного расторжения. Это неправда. Есть истечение контракта. И абсолютно, мне кажется, нормальная ситуация, когда работодатель имеет право рассматривать по истечению контракта, продлевать или не продлевать. И это не всегда связано с личностными качествами человека, а с задачами стоящими. В открытом письме приводятся данные, что эти учебные заведения, они действительно занимали в конкурсах призовые места, у них хорошие выпускники. То есть качество было высокой подготовки. И вот эти директора берут их и снимают. Знаете, для меня высокое качество работы учреждения – это когда работодатель берет выпускников, и они трудоустраиваются, их не надо переучивать. В том числе, сегодня, если говорить о качестве, то сегодня в системе профессионального образования в России, как и в других странах, где развита система профессионального образования, главным стандартом, который позволяет оценить качество подготовки выпускника, является стандарт WorldSkills – общепризнанный международный стандарт. Так вот, если сказать об этом, то в этих учебных заведениях как раз выпускников, которые могли бы конкурировать даже внутри нашей республики, не такое большое количество. Поэтому говорить о том, что они с точки зрения специалиста конечного, которого подготовили, значительно выше, чем в других учебных заведениях нашей республики – это неправильно. Но я повторю самое главное, что на самом деле не было досрочного расторжения. И нет ни одного руководителя, у которого есть пожизненный контракт. И любому руководителю, даже до истечения его контракта, я считаю, что он обязан ежедневным своим трудом доказывать, что он должен работать на этом месте. Что у него есть свежая мысль, что он должен что-то вносить позитивное и полезное. А не быть уверенным, что у меня есть пятилетний контракт, а значит после этого будет следующий пятилетний контракт. Нет такого никогда, нигде в мире, ни в одной стране. И у нас такого не будет. А это случайно, что вот все три уволенные директора являются земляками Журкова? Ну, это, видимо, вам удобно делать такую выборку и такое решение. Я никогда не смотрю, с какого района тот или иной человек. Если вы коснетесь того, что... Ну, если вы мстительный человек, то, наверное, вы поэтому так и оцениваете. Я никогда не был мстительным человеком. И если, когда вот об этом заговорили, то я для себя проанализировал, сколько людей, значит, там, из Усть-Алданского района, если вы считаете. То, если даже посмотрите тот секретариат, который работал со мной, когда я был вице-президентом в республике, там, из десяти человек четверо Усть-Алданский. И сегодня люди, которые работали до меня, работают и пришли в мой период уже работы, в том числе назначенные руководители учреждения, либо люди, которые работают на самом министерстве, за большое количество людей по рождению Усть-Алданский. Поэтому передергивать таким, ну, как минимум, некорректно. Дмитрий Евгеньевич, а вообще вот с чем связано то, что это все перешло в такую общественно открытую плоскость? Вот вы говорите, что... Это связано с эмоциональным восприятием отдельных личностей, которых это непосредственно коснулось. А в данном случае это руководители учреждений, которые чувствуют за собой только одно, что они имеют право на пожизненный контракт. А вы как бы ослушались Егора Борисова? Он же там не устроил, например, велел продлить контракт на еще один год. Но глава республики, его мнение для меня является определяющим. Тем не менее, я свою позицию главе республики высказал. Он поддержал мое предложение. Сегодня в сельскохозяйственном техникуме работает директор, которого был согласован с главой республики. Хотя на самом деле, сегодня являясь работодателем, любой министр, его главная ответственность как раз персональная за тех руководителей, которые назначают. Министр отвечает за руководителей. Безусловно, согласовывать с главой республики, тем более в крупных учреждениях, такая работа необходима. Я эту работу провожу. А какие критерии вы предъявляете к руководителям? Какими они должны быть? Для меня, во-первых, руководитель не должен являться небожителем и не должен ощущать себя человеком, который считает, что он всю жизнь теперь будет здесь работать. Или должен он работать, потому что он когда-то тебе на улице сказал «Здравствуйте». Только по одной причине, как некоторые руководители считают. И мне кажется, что руководитель учреждения профессионального образования – это, по сути, директор мини-завода, мини-фабрики или мини-фервы. Вот это какой человек. Человек, который очень хорошо понимает, как должно развиваться это производство. Подсоветие учреждения профобразования – это производство. Он должен понимать задачи на 2-3-5 лет вперед для того, чтобы понимать, к чему идти, понимать потребности рынка, иметь взаимодействие с работодателями на этом рынке. Не только в территории своего муниципального района, где расположены учебные заведения, но и в целом с учетом развития рынка труда нашей республики. А где вы возьмете таких людей? Во-первых, в самих наших учреждениях профессионального образования. И наша задача в этих учреждениях – проводить определенную ротацию и проводить обучение. Вот на прошлой неделе мы завершили обучение главных бухгалтеров, работающих в наших учреждениях, потому что я вижу, что система финансового контроля достаточно сильно нарушена. И мы приняли решение, на базе института управления организовали такое обучение тех действующих главных бухгалтеров. Потому что недостаточно, если есть общие системные ошибки, нужно, значит, их исправлять. В ближайшее время, в июле месяце, мы проведем комплексную оценку управленческого персонала наших учреждений профессионального образования, подобной той, которая была проведена для заместителей министров в правительстве республики Сахай-Куте, также на базе института управления. Аналогичная была разработана система, мы ее утвердили на днях, и сейчас наши руководители будут готовиться. Мы начнем с директоров, затем будут заместители директоров. Мы проведем эту комплексную оценку, получим для себя представление кадрового потенциала, кого нужно обучить, кого нужно заменить, кого нужно, может быть, методом ротации переместить в другое учебное заведение. Дня три назад на этой неделе я встречался с директором высшей инженерной школы в Сеуле. Это, по сути, тоже инженерный техникум по-нашему. И до этого он работал в другом техникуме, аналогичном. И он мне сказал, я его спросил, почему вы перешли из одного техникума в другой? В Южной Корее в обязательном порядке каждые пять лет происходит ротация руководителей. Даже в школах, да. И в этом нету никакой трагедии, никто не прирастает корнями, ушами, не кричит от того, что я земляк чей-то, поэтому я должен тут работать. Не, ну а как же, а традиции, они же должны сохраняться. Традиции сохраняет коллектив. Проект «Шаг в будущую профессию» – это восьмой раз-то проводился нынче. Восьмой, не восьмой, но он проводился, он нужен, проект. «Шаг в будущую профессию» – это проект, который позволяет молодым людям, обучающимся в наших учреждениях, получить площадку, на которой они могут представить свои проекты. И в части той непосредственно профессиональной компетенции, которой они обучаются, и с точки зрения вообще изложения материала, с точки зрения защиты своих проектов, умения выступать, готовить презентации. Для руководителей учреждений и для преподавателей работающих учреждений – это проект, который позволяет увидеть тоже ребят, которые, во-первых, мотивированы на обучение профессии, на которую они сегодня обучаются. По качеству, конечно, есть очень такое большое сожаление, и на самом деле достаточно в массе своей, достаточно невысокое качество. И, конечно, этот проект нужен. Мы у себя в министерстве с коллегами обсуждали, и с директорами учебных заведений обсуждали, что он должен быть все-таки иметь более прикладную направленность и направленность непосредственно на профессию, а не на понимание человеческих ценностей, истории Российской Федерации, хотя это тоже очень важно. Но в целом, если мы говорим о шаге в будущую профессию, мы как раз должны посмотреть, что может делать руками этот молодой человек. Вот чем мне нравится стандарт WorldSkills, там никого не интересует, что ты знаешь. Всех интересует, что ты умеешь и как ты умеешь это делать. Потому что, если ты умеешь делать, то, соответственно, ты это знаешь. Невозможно это выполнить без знания. А нет, но для этого нужно, чтобы преподаватели соответствовали этому уровню, база, на которой учатся, программы. А главное, чтобы сами работодатели знали, кого они хотят, и вам говорили, кто им нужен. Мы идем по принципу создания профессиональных образовательных кластеров. И один из лучших, наверное, сегодня, это как раз на базе коммунально-строительного техникума, это строительный кластер. Это в светлом, который? Нет, коммунально-строительный техникум, это в городе Якутске, там техникум энергетики. Поняла, да. Это объединение совместно с Союзом строителей для того, чтобы определять как раз. Но пока мы только объединились, у нас несколько таких кластеров создано. А на самом деле работодатели, по сути, должны писать программу, конечную компетенцию, объем знаний, умений, вернее, которыми должен владеть специалист. Вот что мы ждем от работодателей. То есть крупные промышленные компании, которые у нас работают, они не заинтересованы в местных кадрах? Нет, неправильно. Они заинтересованы в местных кадрах. Они хотят готовых, но еще за большой период времени, почему я и говорю, что как отстойник получился, что произошел период времени, когда произошел разрыв, окончательный разрыв между предприятиями и учебными заведениями. Вот в Республике Татарстан достаточно большое количество учреждений профессионального образования негосударственных, которые учредителями, которыми являются крупные компании, или которые готовят для этих компаний. И там как раз вот это установлено, такой хороший взаимодействие. А вы с такими инициативами выходили, вот крупные промышленные? И выходили, и выходим, и будем работать. Мы очень рад, что такие компании, например, как Якутская Энерго, не просто подписали с нами соглашение, а сделали нам конкретный заказ, что мы в ближайшие годы, каждый год должны им давать 300 специалистов со средним профессиональным образованием, и выпускников, и 100 с высшим профессиональным образованием. На сегодняшний день даже такого набора пока нет в таком объеме. И мы должны это сделать и вместе формировать в том числе и программы, и подготовку мастеров производственного обучения, и преподавателей спецдисциплин, и готовить учебные аудитории, мастерские, в которых можно это делать. И не только Якутская Энерго, компания, и Сургутнефтегаз в этом очень сильно заинтересована, та же компания «Газпром», и компания «Алроса». Мы с ними работаем, и постепенно там, где эти учебные заведения имеют хороший контакт с такими предприятиями, выстраивается очень хорошая база, на которой не просто мы готовим молодых людей, но и сами предприятия начали переподготовку уже своих работающих работников. И вот, закончив, чтобы вот мысль, о которой я говорил сейчас, хочу отметить, что мы пересмотрели свой общественный совет при нашем министерстве и включили в него, по сути, представителей различных отраслей и предприятий. Есть, возглавляет этот общественный совет президент торгово-промышленной палаты, объединяющий и большие, и малые компании. В ней представлены и индивидуальные предприниматели, и компания «Якутская Энерго». То есть вот у нас подход такой для того, чтобы нам услышать. Мы поставили задачу общественному совету критиковать нас за ту работу, которую есть. Но не просто критиковать, а предлагать нам, а что нужно изменить в наших учебных программах и привлекать предприятия к формированию материальной базы наших учебных заведений. Дмитрий Ильич, вот Вы, кроме того, как являетесь министром, еще являетесь и президентом футбольного клуба «Якутия». Вот хотелось бы узнать, как сегодня обстоят дела в футбольном клубе. И вот в феврале прошли обыски, и в итоге к чему вот это было, это мероприятие, на каком сейчас стадии вот это все находится? Сегодня невозможно без государственной поддержки развитие любого вида спорта, особенно игровых. Поэтому и футбольный клуб «Якутия» ему достаточно сложно развиваться. Хотя, несмотря на то, что такие компании, как и «Якутская алмазная компания», и группа компаний «Янтарь» достаточно серьезно помогли, но выживать команде с небольшим бюджетом достаточно сложно, несмотря на то, что и государство серьезно поддерживает. А вот объемы поддержки от государства какие? В прошлом году объемы государственной поддержки были 70 миллионов рублей в рамках программы физической культуры и спорт. Объемы запланированных в небюджетных средств были порядка 25 миллионов рублей, но компании, которые финансировали в силу своих различных трудностей, не смогли это выполнить, но тем не менее порядка 15 миллионов рублей они на финансирование перечислили, за что мы им очень благодарны. Но этого хватает только сводить концы с концами, во-первых. И вообще на самом деле бюджет команд второй лиги для зоны «Восток», отмечу для зоны «Восток», потому что здесь территориальная удаленность и достаточно большое количество авиаперелетов, что съедает достаточно большие суммы. Объем команды, которая должна просто выживать в середине таблицы, примерно 90-100 миллионов рублей. Команды, которые ставят себе задачу поставить, задачу выйти в первую лигу, это 150 миллионов рублей, это вот по прошлому сезону. Команды первой лиги, которые хотят сохраниться в чемпионате России в первой лиге, их бюджет от 450 миллионов рублей и выше. И как бы ни говорили, что деньги не влияют, приводя там в пример Фабио Капелло, что вот сборная тем не менее справа, они имеют существенное значение, потому что привлекаются игроки. Мы такую задачу не ставили, чтобы побеждать в этой лиге, выйти в первую лигу. Мы ставили задачу в течение нескольких лет создать команду для того, чтобы был стимул у тех ребят, которые обучаются в футбольной школе в городе Нерингре. Эти ребята начались в прошлом году и в нынешнем году первые выпуски. Первые пять ребят начали играть в этой команде. Это очень важно, оно дает стимул для будущих поколений, которые придут. Но мы должны понимать, что этими молодыми ребятами, по сути, еще пацанами, детьми, 17-18-летние, серьезно состязаться с людьми, которые всю жизнь провели в футболе, 35-летние, и поиграли и в первой лиге, и в высшей лиге играли, достаточно сложно, чтобы давать результат. Тем не менее, какой-никакой результат получается, и для того, чтобы футбольный клуб Якутия на самом деле дальше стал серьезной командой, нужна и инфраструктура, которой пока, по сути, нет. Она у самого клуба, она есть только в республике, которая всячески поддерживает и помогает. Поэтому поручение Егора Фанасьевича, которое он мне дал в 2010 году по созданию профессиональной команды, я выполнял и буду дальше выполнять, если это не коммерческая организация, и дальше мне это доверят. У нас в ближайшее время будет отчетно-выборная конференция по итогу сезона, перед новым сезоном, и мы будем принимать решения о руководящем составе этой организации. То, что Вы спросили про обыски, я отмечу. Во-первых, я был в командировке, не знаю, что они изъяли, знаю, что я, как президент клуба, финансово-хозяйственной деятельностью не занимаюсь. Я занимаюсь в целом развитием этого футбольного клуба, взаимодействием с предприятиями, поиском партнеров, решением каких-то организационных вопросов. Поэтому органы внутренних дел, как и любые надзорные органы, они для того и признаны, чтобы надзирать, делать свои выводы, пока выводов не сделано, поэтому говорить об этом рано. А вот причины какие-то они назвали, ну почему не могут? Оперативная информация. Кто-то нажаловался? Не знаю. Скажите, а вот в следующем году у нас будет игродить Азия. Как идет подготовка, насколько готовы, что будет строиться? Ну, подготовка идет, и она идет активно. В этом 2016 году спортивных объектов непосредственно для игр Дети Азии построено не будет. Будут строиться те объекты, которые строятся в плановом режиме. На самом деле для пройдения международных спортивных игр Дети Азии объектов в городе Якутске вполне достаточно. Именно поэтому следующие игры пройдут только в городе Якутске, без нерингри и мирного, потому что, во-первых, хватает объектов. Во-вторых, с учетом экономического кризиса мы сократили расходы на перевозку спортсменов. И, в-третьих, очень важно, что замечание иностранных команд о том, что когда они приезжают, привозят 5-7 спортсменов, и с ними приезжают один-два сопровождающих. И когда спортсменов проживают на два или на три города, им достаточно сложно. Организационная работа ведется. Председатель оргкомитета Галина Акентина-Данчикова. Я являюсь сопредседателем оргкомитета, как председатель, руководитель международного комитета Игры Дети Азии. Мы создали эту организацию для того, чтобы все-таки мы вышли на те принципы проведения таких крупных соревнований, как это принято в мире. У каждых крупных соревнований, которые системно проводятся, а не разово, есть правообладатели. Это Международный олимпийский комитет, ФИФА тоже, который имеет свои соревнования. В данном случае для того, чтобы эти соревнования развивались, была необходима организация. Долго была проведена работа с Министерством иностранных дел. Такая организация при поддержке Олимпийского комитета России, соучредительств и Олимпийского совета Азии создана. Штаб-квартира в Якутске. И его дальнейшая задача – это продвижение игр в дальнейшем, чтобы они проводились и в других странах, и в городе Якутске, как заложено в документе, который определяет развитие Игр Дети Азии. А переговоры уже ведутся со странами? Осенью в Ашхабаде, в Туркмении, будет проходить Генеральная ассамблея Олимпийского совета Азии, на которой планируется дать старт заявочной кампании для проведения отбора городов и территорий, где могут пройти эти игры Дети Азии в 2020 году. То есть в 2020 году игры могут пройти не в Якутии? Да. А вот на нынешние игры участники уже известны, хотя бы приблизительно, кто может к нам приехать? И не отразится ли нынешняя международная ситуация? На одном из недавних мероприятий президент Олимпийского комитета России Александр Меджуков и президент Олимпийского совета Азии Шейх Ахмад Аль-Савах встречались мы в Южной Корее на летних азиатских играх прошлой осенью. Мы обсуждали и поставили себе задачу, что если на прошлых играх приехало 26 стран Азиатского региона плюс Российская Федерация, то нам задачу не менее 30 стран нужно обеспечить. Конечно, есть тревога о том, что вот эта напряженная ситуация, она может как-то сказаться. Но тем не менее хочу отметить, что вот как раз на Генассамблее Олимпийского совета Азии, прошедшей в Корее, выступал президент Международного Олимпийского комитета Томас Бах и очень четко давал понять, как раз уже был разгар вот этого вот кризиса, санкций против отношения Российской Федерации. Говорилось о том, главная суть выступления была и Томаса Баха, и других спортивных функционеров о том, что спорт вне политики. Олимпийское движение не должно подчиняться никаким политической конъюнктуре и должны проводиться спортивные соревнования так, как это было запланировано и развиваться. Поэтому мы надеемся и сегодня видим поддержку со стороны Олимпийского совета Азии, большой интерес со стороны национальных олимпийских комитетов. Надеемся, что нынешним летом у нас запланировано, предложено президентом Олимпийского совета Азии провести здесь встречу представителей национальных олимпийских комитетов. Я надеюсь, что это удастся провести. Вообще, существует ли региональная программа по подготовке кадров? Да, конечно, существует. И вот процент выполнения, сколько трудоустроенности, вот этот мониторинг ведется? Процент трудоустроенных в учреждениях профессиональных образовательных организаций составляет более 60%. Он несколько снизился на 1,5-2% в течение предыдущих лет. Наша задача это повысить. И вот для того, чтобы это сделать, мы предложили, и глава республики поддержал нашу инициативу, нашего министерства. Уже внесена дополнительная функция в положение нашего министерства. Это прогноз потребности кадров для отраслей экономики. Мы сегодня, как исполнитель, на самом деле, конечный исполнитель подготовки специалиста, и рассматривать нужно специалистов в данном случае как продукт нашей деятельности, наших учреждений, сами заинтересованы в том, чтобы был сформирован корректный прогноз потребности кадров. Наша задача сегодня его сформировать до 2025 года. Это очень сложная задача, но мы должны с ней справиться. Сегодня мы ведем работу, разрабатывается программный продукт. Министерством экономики республики заказан он, он будет передан нам для исполнения в министерство, и мы вот в третьем квартале должны будем приступить к введению его в эксплуатацию. Для нас отдел трудоустройства очень важен. Его задача работать не только с выпускниками... В министерстве, да? Именно в министерстве. Отдел трудоустройства специалистов, его задача работать с крупными предприятиями, с торгово-промышленной палатой, с союзом товаропроизводителей, с любыми площадками, которые позволят нам донести информацию о том, что у нас есть готовый специалист, который может пригодиться на рынке труда. Вот эту работу мы сейчас перестраиваем. Это главный этап нашей зимней работы. То есть вы так с запасом работаете? С Газпромом же договор был. Каждый год 10 выпускников СВФО трудоустроить в себя. Вот это выполняется? Газпром на самом деле свои обязательства выполняет. И хочу отметить, я встречался, специально летал в город Томск, встречал с руководством Газпром Трансгаз Томск, Газпром Добыча Ноябрьск в городе Ноябрьск, с руководителем двух этих предприятий, для нас сегодня наиболее актуальных. Эти предприятия свои обязательства выполняют. И Газпром взял тех выпускников в соответствии с обязательствами, ранее принятыми, и даже не имея еще рабочих мест под этих специалистов в республике, были направлены в другие регионы России. И Хабаровский край, часть этих специалистов уже переезжает в республику, а часть хотела из них остаться непосредственно на тех предприятиях, где они трудоустроены. Я хочу отметить, что Газпром очень честно, активно и продуктивно настроен для взаимодействия с нашей республикой. Но мы должны понимать, что специалисты Газпром не мана небесная, мы должны сами соответствовать требованиям Газпрома. Хочу отметить, например, позицию Сургутнефтегаза, который очень тоже качественно настроен на подготовку специалистов. Но вот отобрав своих абитуриентов, которые поступили в учреждение, куда направил Сургут учиться и заключил договора, соответственно, Сургут очень внимательно следит за качеством обучения. И в случае некачественного обучения, при наличии троек, договор расторгается. При этом присутствует такой элемент того, что, ну и что, что у нас тройка, мы, значит, все равно нам Сургут обязаны. Никто никому не обязан. Мы обязаны друг другу. Это обоюдный договор. И как предприятие берет на себя обязательства, так и берет студент на себя, также берет обязательства по выполнению требований, которые корпоративные и есть. Хотелось бы узнать о вашей реакции, когда вы фактически второго человека в республике, вы занимали пост вице-президента, стали сначала госсоветником, потом министром. Какая реакция? Надо работать. Глава республики доверяет, значит, нужно работать. Любая работа, она влечет за собой в первую очередь ответственность, которая основана на инициативе. И тебе сформированы задачи, и ты должен работать. Поэтому все отлично, все ворвано. То есть никаких там обид или... Да ну вы что, когда тебе доверяет глава республики, какая может быть обида? Тем более, ну, госсоветник. Госсоветник, должность на которой занимал Михаил Афимович Николаев, первый президент республики Саха-Якутия. Но она же больше почетная. Ну, вам только так кажется, что она может быть только почетная. Мир ответственности, которая возлагается на человека, на Андрея Савича Борисова, например, она огромна. Вы посмотрите, такая должность есть только еще в республике Татарстан. И там первый президент этой республики работает и выполняет колоссальный объем работы. Она не почетная, это рабочая должность. А это не напрягает столько вот общественных обязанностей, дети Азии, там, футбольные? Ну, как напрягает? Это работа, которую нужно выполнять, она сложная, да, ты от этого устаешь, безусловно. Мир Евгеньевич, а вот можно уточнить, а почему играми дети Азии занимаются не министр спорта и министерство спорта, а вы? Ну, вы немножко неправильно говорите все-таки. Министр спорта занимается проведением международных спортивных игр дети Азии. И вообще, с первых игр, которые начали в 1996 году, проведением этих игр занимался не министр спорта. Занималось все правительство республики Саха-Якутия. И вот это и правильно, и неправильно. Вот почему мы и шли к созданию международного комитета игр дети Азии. Потому что, вот обратите внимание, безусловно, правительство Российской Федерации очень активно участвовало, министерство спорта активно участвовало в проведении Олимпиады в Сочи. Но основную работу проводила автономная некоммерческая организация Оркомитет Сочи-2014. Точно так же было в Казани, точно так же будет в Красноярске. Это работа на самом деле специалистов, не государственных служащих. Хотя без поддержки государства сделать это невозможно. Поэтому и Михаил Дмитриевич Гуляев занимается, и Алексей Засимович Колодежников, министр ЖКХ. Все министры занимаются. Каждый возглавляет комиссию, зампреды правительства. Они все занимаются и ведут этот объем работы. Вам, как бывшему вице-президенту, полагаются социальные выплаты, против которых не так давно выступил прокурор Пути Анатолий Подласенко. И вот вы на своей странице в одной из социальных сетей по этому поводу написали, что, цитирую, «очень много знатоков чужого кармана, блюстителей морали собралось». А некоторые комментаторы ниже написали под этим вашим сообщением, что вы этих выплат не получаете. Хотелось бы уточнить, просто получаете ли они? Во-первых, я не знаю об этих выплатах. Они прописаны в законы, но меня это не сильно интересует, потому что они касаются людей, которые вышли на пенсию. Слава Богу, я еще надеюсь поработать не один год, а много, и поэтому меня в данном случае не интересует. Просто у людей стереотип, они считают, что вы помимо своей зарплаты министра получаете? Да, некоторые считают, что я живу в государственной квартире, еще где-то нет. Ничего я не получаю, я получаю зарплату министра и только. И другого ничего я не получал. Я считаю, что законодатель, который установил право и не рассматривал в данном случае себя, я вижу впереди себя людей, которые слишком много сделали для республики Саха-Якутия. И первый президент, и последующий президент, и вице-президенты, которые работали, они выполнили свой функционал честно, достойно и достаточно сложную работу выполнили. Почему они в соответствии с тем, что республика Саха-Якутия, законодатель, которому дал право, это население нашей республики, установить такие выплаты, не имеют права установить? Имеют право. И в других субъектах, в других республиках тоже устанавливаются дополнительные какие-то льготы. Это нормально. Четыре года вице-президентом были. Сейчас в министерском кресле, ну, во-первых, не тесновато ли? Во-вторых, скажите, а вот после такой огромной нагрузки вам не скучно? Ну, скучать я не успеваю, потому что хозяйство очень огромное, задач очень много, достаточно много проблем, и очень часто бывает, что утро начинается с какой-нибудь плохой новости, да? К сожалению, ну, вот весна – это период такого напряжения для всех, и случаются какие-то конфликты, случаются, к сожалению, и суициды несколько было за определенный период. Бывает, студенты пропадают, они уходят из учебного заведения, из дома, и каждый день или вечер звонков-то на самом деле немножко, вот они тебя напрягают. Бывают какие-то нештатные ситуации, и возгорания, и другие ситуации. Поэтому это держит в постоянном напряжении и тонусе. Ну, как может быть тесно? Если кому-то кажется, что должность министра в правительстве республики Саха-Якутия такая легкая, скучная, значит, и очень сытная и теплая, то нужно прийти и попробовать это… Ну, если идти снизу, а если сверху? Ну, как сверху, это все достаточно относительно, да? Мы все живем на самом деле в одной горизонтали. Да. А насчет политической работы «Единой России»? Ну, я, во-первых, очень благодарен, что коллеги по партии мне в свое время позволили, дозволили и поручили выполнять роль и работать секретарем регионального отделения. Это очень важная, большая работа, сложная, на самом деле, ответственная, подвергаемая критике, справедливо подвергаемая критике. Значит, на определенном периоде, особенно когда грядут новый период избирательной кампании, да и с учетом работы в правительстве, совершенно логично, что произошло такое изменение. Я очень уважаю и Александра Александровича Наговицына, и вчера мы с ним встречали, обсуждали тоже наши вопросы о развитии регионального отделения партии. Как я работал в партии «Единая Россия», так и дальше готов продолжать работать, потому что любая партия – это коллективная ответственность, коллективное принятие решений, это площадка, которая позволяет принимать решения, продвигать их и отвечать, отвечать перед населением. А депутатом Госдумы не хотите стать? У меня сегодня есть со стороны главы республики поручение работать в отрасли профессионального образования. Мне это очень интересно, меня эта работа очень захватывает. Я считаю, что для того, чтобы какие-то существенные изменения в отрасли произошли, нужно как минимум 2-3 года поработать. И вот эти вот, к сожалению… 2-3 года всего? Как минимум, для того, чтобы произошли какие-то первые существенные изменения. Потому что сейчас, за полгода, произошла перенастройка коллектива министерства. Определились какие-то, скорректировались цели и задачи. Потому что каждый министр видел свои задачи несколько по-своему. Мы все разные люди, разные приоритеты. И при этом, к сожалению, за последние несколько лет у нас произошло, что вот, если взять промежуток 5 лет, пятый министр. И вот это, конечно, очень мешает, немножко расхолаживает в учебных заведениях. И я считаю, что нужно несколько лет только для того, чтобы нормально сдвинуть, получить определенные изменения. Это поэтому вы так жестко начали, да? А вообще… Да я не жестко начал, я нормально начал работать. Будут закрываться какие-то училища? Увольнять тоже надо уметь. Ну, во-первых, я повторю, что я не увольнял, а назначал новых директоров там, где произошли изменения, ну, истечения контракта. Уволил досрочно и расторгнул я два договора, тех, которых как раз вы не писали. Это два директора в удачном Увайхале, потому что два этих директора не выполняли общепринятые отраслевые решения, связанные с развитием этих учреждений, занимали очень пассивную позицию, даже позицию, связанную с тем, чтобы не выполнять работу, а всячески ее саботировать. Поэтому, проехав с коллегами, посетив два учебных заведения, когда была выявлена вот эта вот бесхозяйственность, такое безответственное отношение, было принято решение досрочно расторгнуть договора. Но надо сказать, что там, с директорами этих учебных заведений, там было два-три месяца до истечения, один из директоров, тем не менее, собирал, просился как раз после этого завершения контракта летом выехать на постоянное место жительства и выйти на пенсию. И вот поэтому, видимо, и занимал позицию, что лучше я ничего делать не буду, чем, значит, буду какую-то активность проявлять. Что-то еще был вопрос? Да, все училища останутся, наши учебные заведения, или придется расстаться? Вот я хочу, да, воспользоваться моментом и сказать, что не надо наглядать ажиотаж, что мы закрываем учебные заведения. Неправда. Не закрывали, и не закрываем, и не будем закрывать. Наша задача – качественно не выдавать диплом, а готовить специалиста. Учреждение профобразования – это место, где готовят специалиста работать, а не место выдачи дипломов. Поэтому закрытие учебных заведений в территориях, где они сегодня расположены, не будет. Будет несколько учебных заведений, станут филиалами более крупных учебных заведений. И это не моя прихоть. Это требование федерального закона об образовании. Дорожные карты, которые приняты правительством Российской Федерации и правительством Республики Саха-Якути в предыдущие годы, до моего прихода работы в министерство. Поэтому наша задача – сохранить учебные заведения и создать условия, чтобы не было 92 работника и 80 учащихся. Такое сегодня и есть. Чтобы не было затрат на подготовку специалиста по рабочей специальности – 700 тысяч рублей. Вот что нам нужно. Чтобы не было, чтобы была куча совместителей, которые работают в куче других мест, а мастер производственного обучения, который ведет эту группу, один. Чтобы не было, когда в группе вместо 25 человек реально обучается пять, как в Усть-Мае, например. Сегодня. Пять. Дмитрий Евгеньевич, а вот насчет Усть-Мае с Инторовой как будет решаться вопрос? Виктор Николаевич Губарев очень болезненно реагирует на эту ситуацию. Мы вокруг да около ходить не будем, а честно и прямо скажем. Я недавно был в этом учебном заведении, и надо сказать, что сегодня для того, чтобы это учебное заведение работало как отдельное учреждение профессионального образования, нет в первую очередь детей. Там нет детей, на основе которых можно сформировать хотя бы одну учебную группу в соответствии с требованиями закона об образовании. Это первое. Поэтому у нас там сегодня остается возможность осуществлять курсовую подготовку рабочим специальностям. Это учебное заведение Усть-Мае является филиалом горно-геологического техникума в Хандыге. Это учебное заведение в Хандыге имеет сегодня хорошую учебную и бытовую базу для обучения. Но тем не менее детям в Усть-Мае рассказываются страшные истории, что в Хандыге все плохо. Это не так. В Хандыге созданы условия и для жизни, и для обучения. При этом можно осуществлять обучение и в Усть-Мае, и непосредственно в Хандыге. Поэтому учебное заведение и филиал, оно должно развиваться в рамках той концепции, как развивается в целом горно-геологический техникум в поселке Хандыга. И заведующий филиалом, который работает в любом филиале, это вопрос ответственности руководителя учреждения. В данном случае вопрос не ко мне. Будет ли работать Ирина Викторовна Янторова в этом учебном заведении? Это вопрос ответственности и решения директора горно-геологического техникума в Хандыге. Это его вопрос и вопрос компетенции принимать эти решения. То есть она не является вашим подчиненным? Она не моим подчиненным. Она работает в горно-геологическом техникуме в Хандыге. Дмитрий Евгеньевич, если бы у вас была возможность изменить любое ранее принятое решение или совершенный поступок, то что бы вы изменили? Сложный вопрос, потому что любой руководитель ошибается. Нужно вовремя признавать ошибки. И самое больное, которое ты долго помнишь, это когда ты ошибаешься в кадровых решениях. Потому что от этого потом летит вся работа. Такие случаи в моей работе за последнее время работы с Министерством молодежной политики пару раз были, и я бы эти кадровые решения просто принял бы другие в отношении других людей. Но это было достаточно давно, не в последние пару лет, но несколько раньше. Вам когда-нибудь было за что-то стыдно? Конечно. А как же? Я же человек, мне тоже бывает стыдно. И вот вспомните самый тяжелый момент в вашей жизни. Самый тяжелый момент в жизни, когда уходит мама. Это самый тяжелый момент. Это был Дмитрий Рягушко. Спасибо, Дмитрий Генневич, что пришли. Спасибо.